добрый день меня зовут мария сегодня я буду делать распаковку нового набора от савиного леса это царь кощей у меня уже вышита снежная королева и вот в пару к снежных королеве я хочу вышить вот этого царя в этом видео я прям буду показывать распаковку и конечный результат то есть прям все от а до z что у нас входит набор у нас входит нити ручного окрашивания они все уже на бобиночках то есть бобиночки такие них нужно будет перемотать то есть каждый значок уже отмечено самой бобинки ниточки классные да вообще красота то есть я сейчас займусь перемоткой этих ниточек это у нас в одном пакете а во втором пакете у нас нити дмс металлик и также они все уже подписаны то есть первый второй третий четвертый металликом вышивать конечно вот дмс не айс но я уже вышивал снежную королеву так что справлюсь справлюсь также что у нас еще входит наборчик у нас наборчик входит магнит от савиного леса с иголочкой такой нас ларь на заднем плане вы слышите как чавкает моя собака извините ну она у меня всегда со мной рядышком поэтому вот такой я вообще очень люблю магнит от савиного леса они очень такие вот мощные они очень классно магнитит у меня вот уже несколько в работе магнитов есть я и на очень довольна также у нас ходят вот такие вот стразики биконусу скорее всего их правильно называть также бисер и цепь у нас здесь прямо такая маленькая цепочка нужно будет разобраться потом куда ее эту цепочку также здесь у нас еще вот такие украшательства то есть он будет богат на драгоценности очень красиво и еще у нас пакетик вот с такими украшательствами также у нас входит в наборчик вот такая кукость к она у нас деревянное такое деревянное яйцо а как бы его еще открыть так давайте попробую ножничками потому что с иголочкой плотные конечно яичко очень плотно и и что еще ну помимо схемы естественно нити вот видите фиолетовый для пришивания чтобы все было в том вот также инструкция как вышивать нитями ручного окрашивания да они вкладывают такую книжечку брошюр в каждый свой наборчик ну и сама схема сама схема у нас так я ее полностью разворачивать не буду так вот кусочек пожилая то есть формата а3 и вот куда все вот эти вот украшательства то есть у нас по низу как раз будут все вот эти вот золото бриллианты рассыпаны то есть по низу где как раз у нас вот эти вот ларь ларь ларцы с сокровищами почему здесь еще какой-то стежок будет типа лонг стича мне так кажется вот здесь вот на это нужно будет посмотреть и основа у нас основа цариного леса вот такая красивая кстати передается потрясающе потрясающе придается на такой основе будет вышит сам царь давайте посмотрим что у нас здесь нас размер вышивки будет 18 на 35 и количество крестиков всего пять тысяч восемьсот двадцать количество цитов 11 так что он там но сейчас я приступаю к началу работы у нас это 32 кому то есть нормальным будет и уже покажу вам через несколько секунд на то есть у меня то пройдет какое-то время у вас несколько секунд покажу вам вышитую работу и так у вас прошла одна секунда а у меня определенное количество времени у меня прошло 23 дня до эту работу я вышивала не быстро но те кто меня смотрит смотрит мои вышивальные недели знают что я еще ушиваю одну многоцветку и у меня одна маленькая елочная игрушка присутствует каждую неделю либо от волшебной страны либо от мелхилл закончила я этого парня что хочу сказать шикарный он просто шикарный вот это все у нас переливается блестит то есть у нас вот крылья выполнены сейчас я возьму маленькие ножнички и покажу то есть вот вот эти прямые стежочки у нас все выполнены блестящей ниточкой здесь у нас тоже блестящая ниточка металлизированная посмотрите какое у него украшательство идет такое интересное в его посохе посох тоже металлизированная нить дмс здесь у нас все вот это вот переливается все это дело кольцо у него перстень обратите внимание как у него перстень интересный посмотрите какие интересные сердечки глаза у него металликом вороны выполнены металликом сейчас я вам покажу остатки какие у меня в наборе остались и потом мы с вами пройдемся я вам расскажу где у меня были какие замены почему и какие трудности вот лично у меня были потому что для каждой рукодельницы свои трудности но у меня вот такие возникли и так украшательство все ушли скажу честно прям все ушли вот все что осталось то есть посчитано все было очень скрупулезно да никакого никаких излишеств у меня не осталось далее что еще хотела сказать я не не помню я не пересматривала свое видео включительное не знаю говорила я или не говорила но я вышиваю его по саге и вот опять таки что касается сагина у нас на самой коробочке написано что у нас 5823 стежочка крестика но когда я запросила на сайте савиного леса схему для саги там совершенно другое количество вышло то есть в общей сложности всех стежков 9509 то есть у нас получается что крестиков 5 823 бэкстича 5 553 сатинового стежка 1799 и 136 украшательств то есть мы представляем что у нас примерно работы такая средняя не маленькая что хотела сказать по поводу замены и почему я делала замены сейчас я вам все покажу и расскажу то есть у нас в наборе входили металлизированные нити дэймс и вот они вот эти вот также сейчас покажу вам остатки самих ниток то есть запас хороший если вы порите боитесь ошибиться приходится вам распарывать вам должно хватить у меня даже вот видите вот одна осталась вот эти вот прям хорошо все разошлись скажем так но опять таки для запаса для тех кто ошибается и выпарывает достаточное количество ниточек что касается нити дэймси я конечно крестики выполняла ими и знаете потом уже пожалела что я вот эту ниточку номер два не заменила вот на эту ниточку потому что она более блестящая сейчас покажу пути она у нас у нас вышивалась корона извините собака зацокала бегать нас вышивалась корона вот видите вот она и вот если бы я эту корону вышивала по вот этой ниткой она бы блестела вот так же как вот блестит бордюр понимаете и нужно было бы мне конечно вот здесь вот эту нитку но я начала выполнять вот здесь вот этот бэк стич до того как я взяла вот эти нити в работу почему я их взяла я их взяла непосредственно из-за сатинного стежочка вот этого во-первых я я очень люблю сатиновые стежки но вот в данном случае у меня возникли проблемы я очень часто ошибалась и постоянно распускала вот это нитку уложить красиво ровненько она понимаете как проволочка ее очень сложно я вставлю сейчас фотографии я помню сохранила я вставлю фотографии как выглядит сатиновый стежок потому что изначально начала выполнять вот именно нитями дмс металлизированными как у меня лег вот в этих нитках и как он у меня лег уже непосредственно вот в аэрослав мне не понравилось поэтому я распустила взяла вот они у меня были в наличии то есть если конечно у вас их нет вы вышивайте этими нитками ничего страшного я свою снежную королему вышивала без от савиного леса тоже да вы из этой же серии вышивала вот этими нитками из набора всю и никаких замен не делала но здесь вот просто у меня просто это в наличии было и естественно я уже вот этот бордюр выполняла вот этими нитками тоже этими нитками почему потому что здесь здесь помимо того что присутствует металлизированная ниточка входит еще судя по всему нитка шелковая и за счет этого очень легко и просто ей работать а вот здесь ее нет и она жесткая она менее податливая понимаете поэтому да поэтому я заменяла так в принципе но это это мои да такие дракашки в голове скажем так вот можно этого не делать и очень часто я здесь ошибалась потому что основа темная вот посмотрите надеюсь так передастся хорошо да вот замечательно передается основа темная и здесь сатиновый стежок он не прямой а он по диагонали то есть вот так вот он располагается вот тут в принципе вот здесь нитка с переходами и хорошо видно я постоянно проскакивал я серьезно говорю я постоянно я на одно переплетение но ошибалась то есть вот эти вот кирпичики золото бриллианты да вот эти вот они мне дались тяжеловато что еще мне далось ну не особо скажем так легко нудноватенько потому вот вот здесь потому что нужно было не ошибаться и высчитывать то есть чтобы все было ровненько симметрично да вот что касается вот замены я говорила что я заменяла здесь да ниточку то есть вместо вот этой ниткой здесь я выполняла вот этой ниткой здесь но посмотрите она также блестит вот я специально вышла кусочек маленький чтобы показать чтобы вы не думали что у вас потом блестеть не будет также все будет блестеть также все будет переливаться единственное что я жалею что я вот эту нитку двойку серу не заменила вот на этот рейнбл сразу опять-таки его взяла потому что более податливый а этой ниточкой вышивается у нас крылья вот эти шикарные крылья я вышивала вот этой ниткой если бы я вышивала вот этой но вот даже вот далеко ходить не будем да мы видим что она не такая блестящая но я сорока я сорока я люблю что блестела тем более такой шикарный мужчина он должен блестеть весь переливаться он у меня вышивался в пару к своей подружке снежной королеве сейчас я вам ее покажу теперь у меня будет две вот таких работы будут висеть у меня так вот окно и с одной стороны у меня будет висеть королева и с другой стороны у меня будет висеть кощей кстати что касается багета багет на коще у меня уже куплен вместе с музейным стеклом то есть я сейчас вам ставлю фотографию потому что когда я заказывала снежную королеву я боялась что мало ли что снимут с производства багета мне не хотелось чтобы они багеты были перекликались друг с другом чтобы они были гармоничны потому что изначально у меня была такая задумка с одной стороны королеву с другой стороны кощея а между ними вот так между ними повесить код баюн чудо-юдо рыбы кит и змей горыныч но теперь я думаю что пока в данный момент вот пока потом может быть они так и будут висеть но пока нет пока не будут висеть с разных сторон от окна а под остальные три работы одну я уже отшила и оформила а под остальные две работы я тоже также заранее заказала багет потому что я хочу чтобы они были у меня оформлены в один багет и там очень красивый багет поэтому для царя багет у меня уже куплен он такой же по дизайну один в один только он черный с серебром здесь белый золотом а там черный серебром вот они две работы да из одной серии ну что хочу сказать конечно же конечно же королева она на фоне кощея она так у меня могу больше подвинуть у меня уперся в штатив багет она конечно же тоже очень такая вся блестящая все нарядные у меня есть видео так давайте я выключу не просто очень хотела вам блеск показать поэтому заранее включил лампу вот это все тоже металликом вышивается есть отдельные видео по этой королеве у нее вся юбка вот металликом вышли дмс и здесь вот олень сани то есть она очень нарядная тоже у нее тоже смотрите какие украшательства есть отдельные видео если есть желание пожалуйста проходите смотрите но конечно же несмотря на всю свою нарядность королева она не такая богатая как вот царь кощей не такая он конечно очень нарядный он очень блестящий он он весь в украшательствах но еще конечно же здесь играет больше большую роль что здесь играет большую роль то что ткань темная основы темные и вот на темной основе естественно металлизированные нити они более выделены более и больше играют да больше переливаются да вот еще что хотел сказать вот этой вот двоечкой которые я тоже заменяла да я заменяла в общем вот эти две ниточки еще нужно было вышивать вот здесь вот весь бэк ну вот смотрите вот сама крышка вышита вот этой двоечкой дмс а вот уже вот бэк я выполнила выросла ну и видно что она блестит больше то есть если бы я изначально сделала бы замену он вообще бы сверкал весь ну ладно тоже не переборщить нужно да тоже нужно не переборщить он и так конечно получился замечательный просто замечательный ну а что касается размера давайте мы с вами посмотрим какой он будет какой он уже стал точнее говоря то есть размер самой вышивки 32 сантиметра на 17 небольшой ну а пакет у меня будет уже под него заказан 50 один с половиной на на 35 так что да в этом году я его оформлю уже да просто могла бы уже сейчас натянуть конечно и вставить в раму повесить но дело в том что багет у меня не здесь находится а находится у меня в россии мне его просто нужно привести и так да да тогда мужчина займет свое почетное место на стене ну а пока вот королева моя немножко поскучает без своего злодея повисит пока одна ну через несколько месяцев они встретятся на одной стене ну в принципе и все что я хотела вам сказать рассказать и показать давайте сейчас я вам еще поближе покажу покажу его разочек рассмотрим весь бисер очень красивый с перстнями с перстнями очень интересное украшательство вот эти вот шармики очень классные бусинки ну на этом я заканчиваю всем желаю хорошего дня хорошего настроения крепкого здоровья и до скорых встреч до свидания